Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителям канала, приветствую тех, кто подписался недавно, приветствую тех, кто заходит регулярно, приветствую тех, кто зашел просто так. Те, кто зашел просто так, проходим дальше. А если вам все-таки интересно, то на канале около 700 видео различных тематик и не только о Мармышинге. К тому же ретрофижнгу посвящена отдельная папка, отдельный плейлист. Те, кто зашел осознанно, сегодня, напоминаю, новый юбилейный ретро-ролик, новые 100 человек подписались, более 1300 человек на канале. Сегодня будем говорить о катушках и опять так уж совпало, что о катушках от фирмы Абу Гарсия. Те, кто на канале давно в курсе, что это любимая фирма до их покупки Pure Fishing, еще одна неплохая фирма, которая мне нравится со своей продукцией, это Митчелл, тоже старый. Недавно купил вот такую книжку, называется «Под знаком рыбы». И автор ее Агусаков. Не знаю вообще ничего о нем, к сожалению. Знаю только то, что в моем советском еще детстве, в различных журналах «Рыболовство» и «Рыболовство», «Рыболов», «Вальманахар» и «Рыбово-спортсмен» попадались очень интересные статьи. И многие из этих статей оказались под авторством этого человека. При отсутствии какого-либо интернета на тот момент, человек показал отличную осведомленность о современных тенденциях и каких-то новостях рыболовного мира. Поэтому мы знали и о современных лесках, и о современных катушках, и о современных спиннингах. Хотя купить и попробовать их в то время мы не могли. Могли кое-что советское купить, и то далеко не все. Я купил эту книжку, потому что она сборник всех тех статей, как оказалось, плюс еще там пару, которых я не видел до того. Возможно, они для этой книжки написаны. Совершенно разные есть тематики, есть, видите, про приманки, есть про историю появления удочки, но тут как раз про спиннинги. Про материалы, какие используются от дерева до углепластика, про различные приманки, самодельные в том числе. И про современные инерционные, безинерционные катушки в том числе. И в этих же статьях, но вот эта статья дополненная, оригинал ее был в Альманахе, рыбалый спортсмен в 40-м, там очень подробно рассказывалось про катушки как раз фирмы Митчел, фирмы Абу, и немножко про японские и ежесними. Спасибо автору, на всю жизнь мне голову сломало, мне захотелось что-то от Абу Гарсии в конце концов прикупить. Ну, в конце концов прикупил, например, хвостатый кардинал Абу Гарсии, кардинал 3, не шведского, но японского производства. На тот момент Япония была вполне себе Китаем, и туда переносили дорогое шведское производство в надежде сэкономить. Доэкономились до того, что выяснилось, что качественные катушки делать смысла нет никакого, и мы сейчас вот сидим на чем-то некачественном. Сейчас, значит, ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Сиг на ролике лескоукладывателя вместо стали Возможность переустановки рукоятки с одной стороны на другую И плюс слегка изменилась механика катушки Червячная передача была сохранена И качество ее не сильно ухудшилось Так что эти катушки можно считать вполне приемниками Пусть и несколько более простыми, чем старые катушки от Абу Гарсии Даже от Абу Так, это промаркировано кардинал 3 Были кардинал 3, 4, 6, 7 Ну там, по-моему, всего крупнее, наверное, не было И до этого были, например, старые Тоже теми же цифрами маркировались Были еще 33, 44, 66, 77 И для американского рынка опять пошли те же 3, 4, 6, 7 Так, что за коробки? Что за Абу Гарсия? Что за Абу Гарсии кардинал? Если вам вопрос задали бы Что такое зеленый с хвостом? Вы бы сказали крокодил А я бы сказал Абу Гарсии кардинал 3 или 33? Абу Гарсии кардинал 3 И Абу Гарсии кардинал C33 Так, еще тут бумажки надо достать Логотип Pure Fishing присутствует То есть это катушки не старые Абу А новые Абу, которые под пятой Абу Pure Fishing уже находились на то время То время, это конец 2004 И до, по-моему, конца 2005 Катушки выпускались всего год И являются коллекционной редкостью на данный момент Потому что выпущены по легенде их 1800 штук всего Две из них вы видите на моем столе Довольно интересные катушки Интересные чем? Интересны они тем, что Абу Гарсия попыталась Ну, наверное, по приказу, по просьбе По настоянию Pure Fishing Продать еще раз все то же самое И оседлать любимого конька Я надеюсь, что хоть что-то видно Вот это, например, Абу Гарсия 33 Старая, как раз, где-то в 60-70-х годах Темно-зеленый корпус Кремового цвета ротор И белого изначально цвета крутилки Потом цвет получился... Кремовый не менялся и казался белым А вот эти, наоборот, желтели Вот это вот как раз классика Вот это измененное в Японии Чуть удешевленное Абу Гарсия решила пойти на поводу У нее выбора не было На самом деле Что сказала Pure Fishing? То и делаем Переносим производство в Китай В надежде на то, что получится дешевле производства И пытаемся продать сразу всем Одни и те же кардиналы Кому всем? Любителям старых кардиналов Сохраняем те же самые цвета Делаем тот же самый хвост Делаем современные навороты И получаем новую катушку Вполне неплохой подход Дальше, что бы еще нужно было? За что их любили? Червячную передачу Делаем червячную передачу Что не хватало? Металлические шпули с юбкой Делаем металлические шпули с юбкой Так, что же делать-то? У нас столько вариантов катушки было 3, 4, 6 и 7 То есть 4 катушки Выпускаем снова цельную линейку Такую длинную? Нет Делаем один размер для всех Для всех это для кого? И для спиннингистов И для удильщиков-уплавочников Не вопрос, сказал Абу Гарси И забабахало вот такие вот катушки Цвета Классический зеленый корпус, пожалуйста Кремового цвета ротор присутствует Крутилку сделали с резиновыми оторочками Чтобы удобнее было хватать Хватается Но разместили именно снизу под углом Как у старых кардиналов Все это очень сильно напоминает Когда-то где-то картинка попадалась Toyota Corolla Старая, например, которая была сделана В таком брутальном угловатом дизайне И выглядела довольно лихо И новая, которую сделали в биодизайне Вот это жертва биодизайна То есть такие округлые линии И напоминают нечто живое Вот здесь такие вот обтекаемые Лягушачьи корпуса Ну, может быть, крокодилий Раз он зеленый и с хвостом Так Довольно интересно, что Одна катушка называется Кардинал С3 Ну, С3 обычно карбоны у этих были бы Как бы Здесь уже карбона почти не осталось Почти все металлическое И С33 33 обычно сделаны для Европы А тройки обычно делались Для американского рынка Скорее всего, это так и есть Больше всего меня удивило Что и у той, и той катушки Есть русский язык Правда, написан почему-то Руси Вес катушек 270 грамм Передаточное число 5,5 к 1 Число подшипников 7 И по традиции, как у большинства катушек Абу Гарсия Сейчас, ну и тогда Ролик вращается на двух втулках Узеньких Не хотят они туда Подшипник стоит С одной стороны, правильно Потому что обслуживание Меньше требуется То есть попадет Вода во втулку Ничего практически не изменится А вот попадет вода В подшипник Скорее всего, завяжет Довольно быстро Так Взяли и сделали Один размер для всех Если до этого Третьего размера Катушка Это была ультралайтовая катушка И она действительно В металлическом корпусе Я вам взвешивал Чуть больше 200 грамм Эти весят 270 Они не ультралайтовые Но они вполне лайтовые То есть, скорее всего Размер по диаметру шпули Сейчас посмотрим Ого, сколько Да что ты Куда-то выезжает Мне И там Так Ого Трехтысячник Это, ребята 44 миллиметра 270 грамм Для трехтысячника Неплохой вес Корпус полностью металлический Ротор пластиковый Рукоятка полностью металлическая Ну, естественно Кроме кнопок И винта С Крутилкой Так Ручки очень лихо выглядят Такие вполне себе В футуристичном дизайне Сделаны Слегка напоминают старые Фрезерованные рукоятки Получаются они литые Ну, по крайней мере Выглядят фрезерованными Не стали делать Как вот обычно Не стали складывающиеся делать Кнопкой Как было модно Но Как опция Я гляжу здесь Вот На листе С детализацией Рукоятка предлагается И со складывающимся Вариантом Здесь же просто Вот видите Вы Ослабили винт И соответственно Ее можете Немного сложить Так Чтобы разместить Фрикционный торпус В корпусе Не сзади А под углом Пришлось Исхитриться Вот такую вот Конструкцию сделать И посмотрите Вот это все Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Двенадцать Двенадцать Четырнадцать Деталей Это все Фрикцион Потому что Диаметр Фрикционных дисков Небольшой И чтобы Усилие Необходимое Для трехтысячника Я правда Не знаю Сколько здесь Где-то можно И найти Я вам там Скину Статью Венгерского Автора И пожалуй Это единственный Обзор Который я нашел Там Там это все Рассказывается Чтобы Необходимое Усилие Получить Сделали Вот такой Довольно Сложный Фрикцион Та самая Червячная Передача Вот она Присутствует То есть Механизм Вроде бы В основном Привычный Нам Вот она Ведомые Ведущие Шестерни Вот они Присутствуют Но Каретка Которая Там Внутри Ездит Она ездит По Двум Направляющим И по Червячному Этому Валу Соответственно Обеспечивается Максимальная Стабильность Механизма И Довольно Хорошие Нули Очень хорошие Вот посмотрите И вот Плетенка Очень хорошая Укладка Лески Причем Намотана Как видите В край И там И там Одна катушка Мне досталась С Австрии Из Австрии Привезена А другая Из Германии Почему-то Вот Какой Ну там Перед Новым Годом Может они решили Там Подзаработать Выбросили На ebay Несколько Штук Таких Ну Разные Две удалось Купить Так Изменилась Изменилась Пружина Стала Нажимной То есть Теперь Не надо Бояться Что сломается Пружина Раньше Она была Витая У старых Аж две И Чуть более Простая У этих Моделей Но тоже Работающего На Излом Две Шпули Теперь В комплекте Тут тоже Было Две Но тут Были Обе Пластиковые У старых Были По-моему Тоже Пластиковые Да И Кастомные Бывают Металлические Здесь же Есть Алюминиевые Полностью И Соответственно Карбоновые Со Вставками Под Цвет Корпуса Катушки Дополнительные Шпули Очень Интересные Зажимы Для Лески Если Мы Откроем Инструкцию Даже Русскую 36 По-моему Страница Стоять Так Во-первых Давайте Просто Посмотрим Что Тут Всего 4 Странички Поздравляю Вас С покупкой Новой Безнационной Катушки Абу Гарсия Ваша Катушка Была Создана Чтобы Долгие Годы Дарить Вам Корпуса Металлические Для Этого Червячная Передача Так Фалкром Тормоз Вот этот Который Называется Очень Удобный Для Приловли Например На тот Жиг Или На Течении Возможно То есть Когда У вас Под наклоном Стоит Уделище Ну На Вываживание Естественно Вам Очень Удобно Регулировать Фрикцион Потому Что Не надо Его Путать Здесь Вот Пожалуйста Вот Она Здесь Циферками Там Помечено Какие Эти Вру Нет Не Вру Больше Меньше Вру Это На Старых Было Циферками Вот Кто Их Там Смотрел Поэтому Больше Меньше И Достаточно Так По Поводу Тех Самых Клипс Помните Я вам Говорил Давайте Всех Сразу Ощастливим Вот Видите Как Они Сделаны Для Чем Они Сделаны И Поплавок Нарисован Если Вы Такую Катушку Используете На Матчевом Удилище А Это Вполне Доступно То Можно Цеплять Леску За За Одну Из За Один Из Рогов Этого Самого Защепа Для Лески И Поклевки Оно Само Снимется Каждый Раз Что-то Новое Норовили Придумывать Шведы Несмотря На То Что Переносили Производство Катушек Все Дальше И Дальше От Швеции Сначала В Японию Старались Сэкономить Потом Видите Уже И В Китай Но Тем Не Менее На Качестве Катушек Это Практически Никак Не Сказалось Получилось Получили Современные На Всеми Не Необходимыми Функциями Для Катушки Какого Высокого Класса Так Ну тут Еще Куда Капать Масло Куда Не Надо И Как Наматывать Леску И Пожалуй Все Ну Минимум Ладно Есть Так Какими же Функциями Катушка Обладала Большой Диаметр Шпули С Легкой Возможностью Ее Замены Потому Что Нам Не Мешает Тормоз То Хотите Поменяли С Моно Поставили Плетенку И Наоборот Дальше Большой Ролик Лесоукладыватель С Большим Диаметром Ролик Лесоукладывателя Который Позволяет Работать Как раз С Плетенкой Дальше Очень Удобный Тонко Настраиваем Фрикцион Так Сравнительно Небольшой Вес При Наличии Металлического Корпуса Ну И Современный Внешний Вид Что Немаловажно Червячная Передача Которая Обеспечивает Долговечность Стабильность Работы И Очень Аккуратную Намотку Лески Так Дальше Давайте Попробуем Расковырять Одну Давайте Эту Попробуем Так Необходимо Снять Рукоятку Пока Да господи Какой же Длинный Винт Там Ну Зато Нет Люфта Так Ручку Пока Складываем Напоминаю И эта И эта Часть Метал Так Я уже Попробовал Тут Надо Сначала Снять Крутилку Фрикционного Тормоза Иначе Невозможно Снять Крышку Слава богу Дальше Хоть Крышку Можно Снять Вот Здесь Вот Такая Пружина С шайбой Не потерять И Довольно Сильно Подпружинено Можно Может И Отлететь Куда Нибудь Так Плоско Ничего Мы Больше Не Сделаем Естественно Такими Вещами На Рыбалке Заниматься Смысла Никакого Нет Потеряете Сто Процентов Что Либо Винтов Четыре Которые Крышку Держат Крышка Тоже Металлическая Два Винтика Длинных Два Винтика Коротких Там Довольно Плотная Компоновка Поэтому Придется Отверткой Показывать Где Что Расположено Эй Блин Придется Подцепить Так Вот Конструкция Фрикциона Вот Пакет Фрикционных Дисков Вот Направляющая Раз Это Основной Вал Шестерня Привычный Нам Раз Два И вот Червячный Вал Сам Находится По которой Каретка Ходит Довольно Интересная И очень Такая Продуманная Конструкция Так Стоять Неудобно Потому что В открытом Состоянии Я не знаю Там видно Вам Вот Такая Вот Механика Интересная То что Ее перемазать Надо Однозначно Хотя Смазка Присутствует Так На всех местах Кроме ролика Есть Подшипники Их Напоминаю 7 Металлическая Отливка Из легкого Металла Выполненная Крышка И корпус Ротор Пластиковый Теперь Попробуем Со всем этим Взлететь Шайбу Надо руками Положить А то я уже Так не закрою Они сдвигаются Так Видно Что регулировали Ход Наличествует Аж Три Тонких Шайбы Все С щелчком Приятно Все встало На место Напоминаю Что передачное Число 5,5 К 1 Одним Размером Одной Скоростью Одной Конструкцией Решили Охватить Сразу Всех То есть Можно Ловить Например Ту же Форель Абстримом То есть Забрасывая Вверх По течению То есть Скорости Катушки Достаточно То есть Не 5,2 Но и не 6,2 То есть 5,5 Где-то Вот золотая Середина Дальше Обычных Рыбаков На пресноводных Водоемах С тем же Джигом Очень хорошо Охватили Поэтому Оно Достаточно Популярно Было И в Европе Ну и Классические Конечно Блесны Пожалуйста Никто вам Ну и Воблеры Никаких проблем С использованием Нет Дальше Видите По инструкции Явно Видно Что и Поплавочников Решили Охватить Тем же Потому что Старые Кардиналы Использовались Не только Спиннингистами Но и Вовсе Поплавочниками Раз А крупные Размеры Использовались Для ловли Того же Карпа Или даже Сама Потому что Мощные Конструкции С Червячной Передачей Очень хорошо Себе Зарекомендовали При ловле Крупной Рыбы К сожалению Размер Оставили Один Решили Видимо Прозондировать Почву Будет ли Интерес К тем самым Хвостатым Кардиналам Ну Выяснилось Во-первых Что Те самые Хвостатые Кардиналы Ни капельки Не потеряли Популярности А вот Новые Хвостатые Кардиналы Такой Такой Большой Популярности К сожалению Не снискали Зато Они стали Коллекционной Редкостью И Сейчас Их найти В продаже Не так уж И легко И те Кто Покупает Или коллекционирует Катушки Кардинал Считают Что Такие Катушки В коллекции Иметь Необходимо Потому что Вещь Редкая Выпускалась Всего Год Попытка Фактически Последняя Абу Гарси Оседовать Любимого Конька И возродить Хвостатые Кардиналы Свою Легенду К сожалению Не совсем Удачно Вышло У них Видимо На мой Взгляд Самый Большой Недостаток Ну кроме Перенесения Производства В Китай И соответственно Изменение Катуш Изменение Конструкции Катушек С одной Стороны Они их Осовременили А с другой Стороны Они их Несколько Упростили Получилось И Один Размер К сожалению Мне бы Такая Катушка Подошла Именно В ультралайтовом Размере Покрупнее Это очень Хорошая Катушка Для ловли Форели Главля Ловли Наджик На тот же Поплавочное Или доночное Доночное Удилище Универсал Даже Сейчас Выглядящее Очень интересно И необычно Но опять же Редкость Этой Катушки Обеспечивают Удивленные Взгляды Хотя бы Тех Кто представляет О чем идет Речь Потому что Большинство Выйдет туда Со всякими Даюями Им Какую катушку Не покажи Кроме Не знаю Шимановских Каких нибудь Страдиков Саар Или Стел Они В принципе Других и не видели И не знают Но вот есть Такие катушки Очень интересные Так Товарищи Любители Ретро Катушки Две Если кому-то Интересно И хочется Такую катушку Одну из них Я вам продам 7500 рублей Ровно Неделю Будет такая цена Дальше Будет уже Гораздо Дороже Потому что Стартовая На Ибэе Сейчас Катушки Которые Я там Видел 14000 рублей Поэтому 7500 рублей Это стоимость Одной Даже чуть меньше С доставкой Которая у меня Получилась Поэтому Если хотите Оно у вас будет Я подумаю Мне тоже Одна Пожалуй Нужна Но Старые Мне как-то Немножко Больше Зашли Хотя Стоят Они Сейчас Гораздо Дороже Не могу Понять Почему Совсем Старые Модификации Кардиналов Не выпускались С возможностью Хотя бы Если не Перестановки Рукоятки Хотя бы Купить Катушку Под другую Руку С левой На правую Например Это к сожалению Невозможно Только вот Японские Можно Приобрести Две модификации Всего Ну и Современные Перевыпуски Всякие А вот Эти катушки Очень Интересны Потому что Это Попытка Возродить Ту старую Абу Силами Pure Fishing Ну к сожалению Не угадали Тем не менее Очень Интересный Результат Получился Я вам Прицеплю В описании К видео Ну оно Будет Немножко Раньше Будет Статья Та самая Некого Автора Венгра Видимо Раз на Венгерском Языке Написано И небольшой ролик С рекламой Этой катушки Ну или там Тестом Не знаю Коротенький ролик Если я его найду Постараюсь найти И ссылку дать Ну а мой вы посмотрите Соответственно Завтра Так Напоминаю Балбесам Которые заходят Написать какую-нибудь Гадость И уйти Гордо С гордо Поднятой головой Два глупых Или тупых Комментария Все До свидания Бан навечно Всех остальных С очередной Сотней Подписчиков Ну и спасибо Что смогли Досмотреть Досидеть Надеюсь Что было интересно Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует